Мы бы не только помогали Эрдогану, мы бы участвовали вместе с американцами в этом перевороте. Я думаю, что Путину, шучу, конечно, по три раза в день предлагают, давай разделим Турцию, давай разделим... Путину, может быть, три раза в день предлагают, давай разделим Украину, давай разделим Турцию, давай разделим Турцию. Я не шучу. Я не шучу. Путин против. Путин против этого. Поэтому мы украину и украину тоже не забыли. А самое главное, сори, Эрдоган, президент ваш, Таиф Эрдоган смог преодолеть свою гордыню и приехал и помирился с Путиным. Это был экзамен Путин на гордыню. Что интересы российского народа или личная гордыня важнее? Он выбрал интересы страны. Точно так же у Эрдогана. Это был очень трудный шаг. Извиниться и восстановить дружбу. Интересы турецкого народа или своя собственная гордыня? Они оба сдали экзамены на лидера нового типа. Виктор Минь. Продолжение следует. Продолжение следует. Программ, который сейчас нужен. Продолжение следует. Но Эрдоган, это очень удобно. Потому что в его стране украины, в этом месте, если они смогут так же, как Путин и Эрдоган сложить, у Турции самое светлое будущее. Если Турция и профессор Доктор Хайдар Баш вместе с этим работают, то, как Путин и Эрдоган, то, как Путин и Эрдоган, то, что они очень удобны. Продолжение следует.